В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте, с вами Олеся Харлина, о главном сегодня. Самоубийство с загадкой. Мужчина переоделся в женщину и оставил странное послание. Молодежь рулит. В Рязани обсудили способы укрепления межнациональных отношений. Довольно необычное происшествие попало в криминальные сводки Касимовского района. Родственники обнаружили мертвого мужчину в одном из подсобных помещений своего же дома. Судя по всему, 57-летний местный житель решил повеситься. Установлено, что семьи у него не было, а полгода назад умерла еще и мать. Дело, как говорится, житейское, если бы не сам способ суицида. На погибшем были надеты женское платье, чулки и туфли на каблуках. Но и это еще не все. Рядом лежал рисунок в стиле молчания и гнят. Карандашом автор изобразил сцену повешения шести девушек. Они тоже при параде и почему-то с завязанными руками. Первый вопрос, который предстает выяснить, состоял ли погибший на учете у врача-психиатра. По данному факту, Касимовским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России Призанской области в настоящее время проводится доследственная проверка. Следователи проверяют все версии случившегося, однако основной считается самоубийство мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В идеале участковый полномоченный должен знать жителей своего района в лицо и раз в полгода обязан посетить каждую квартиру. У меня вопрос, сколько людей сейчас подумали о том, что они своего участкового не видели вообще? Немало. Допустим, сделаем скидку на занятость, частые переезды семей и благополучные дома, которым лишний контроль органов ни к чему. Но что делать с натуральными дебоширами, у которых не проходит и дня без пьяных скандалов, а то и поножовщины? Сейчас следователи как раз выясняют, можно ли было избежать трагедии в поселке Соколовка, где брат зарезал брата. При осмотре места происшествия, когда был обнаружен этот нож, он оказался довольно-таки больших размеров. Примерно длина его составляет 25 сантиметров, а ширина около 7 сантиметров. После неравного побоища потерпевший был еще жив. Он самостоятельно добрался до крыльца соседки. Но пояснить, что именно случилось, так и не смог. Виной тому шоковое состояние, смешанное со спиртным. Впрочем, это и не требовалось. Привычки неспокойного семейства в округе знали хорошо. И опять же таки, в ходе процесса расследования было установлено, что ранее, в сентябре того года, то есть 2012 года, наш подозреваемый уже, у подозреваемого с потерпевшим имел место в конфликт в подобной ситуации, в ходе которого он нанес ему четыре колотые резанные раны, в ходе которого потерпевший доставлялся в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Степень вины каждого участника процесса, разумеется, определит суд. Но частный случай еще раз указал на другую проблему. Мы все предпочитаем закрывать глаза на то, что не касается непосредственно нас. И это динамит с тлеющим шнуром. И к человеческой сознательности не готовы прежде всего само государство. Кто, например, защитит ту же соседку, которая будет регулярно вызывать полицию? Ее либо подожгут, либо проводят, так, чтобы запомнила. И вот такая безумная высшая математика, когда палка о двух концах превращается в замкнутый круг на каждом шагу. В современной интерпретации безобидная фраза «Дети, наше все» превратилась чуть ли не в угрозу. Ряд серьезных институтов и учреждений считает, что залогом социальной стабильности в регионе является именно роль молодежи в укреплении межнациональных отношений. На эту тему состоялся круглый стол, итогом которого станет разработка и утверждение специальной резолюции. Ее направят в органы власти, а также в общественные и учебные заведения. Выступления носили разный характер. Одни приводили примеры из практики, другие корили родителей, которые совершенно не следят за теми, кого воспитывают. Третьих тянуло на лирику. По большому счету, если бы была конкретная панацея от бессмысленной агрессии подростков, то и дискуссия не нужна. Представители ФСИН начали сразу с тяжелой артиллерии. Вспомнить хотя бы убийство студента на площади театральной. Как правило, виновники таких серьезных ЧП считают свой поступок вполне соответствующим образу жизни и времени. Просто не понравился человек. А приезжий нравится еще меньше. Пропаганда дружбы народов идет в обществе давно. Но в последнее время почему-то часто встречается сопротивление различных групп в этом вопросе. Именно в дружбе народов. И что настораживает, это то, что вот это сопротивление укреплению дружбы народов встречается среди подростков. Только за последние несколько месяцев в Рязани на самых центральных и многолюдных улицах произошел ряд инцидентов. Напали, ограбили, избили. Сценарий один. Фигуранты в основном несовершеннолетние. А вот повода вроде как и нет. Это и есть самое страшное. Расправляются даже не за идею, какой бы циничной она ни была. И если еще можно проверить те же карманы на наличие заточек и ножей, то в голову к своенравному сыну не залезешь. Получили то, что воспитали. А если уж совсем честно, то свою работу над ошибками рязанцы, конечно, проведут. Осталось убедиться в наличии той же процедуры у приезжих. Видимо, им тоже плохо объяснили, что когда-то наши народы дружили. И пользы от этого было куда больше, чем вреда. В непростой ситуации оказалась потерпевшая по следующему уголовному делу. Она потеряла сразу двоих близких людей. Отца, который погиб, и жениха, который и расправился с родителем. Знакомство с суженым выпало на день рождения погибшего. Застолье развивалось по сценарию, пока не выяснился один неприглядный факт. Потенциальный родственник быстро переходит от слов к делу. Житель Шиловского района Рязанской области ранее был судим неоднократно за различного рода преступления. Отец невесты упорно настаивал, таким родственникам здесь не рады. Прийти к соглашению не помогли ни спиртное, ни возраст будущих молодоженов. Погибший получил несколько серьезных ударов по голове, в результате чего скончался. Несостоявшаяся невеста уверяет, что до инцидента уголовное прошлое любимого никак не проявлялось. Со слов потерпевшей отношения не складывались положительные. То есть было взаимопонимание в отношениях. Все было хорошо до этого момента. Она характеризует его положительность своего суженного. Но, однако, что-то не сложилось у отца. Какая-то была неприязнь к лицам, которые ранее отбывали наказание. Что называется, предчувствие не подвело. А вообще серьезный совет на будущее. Никогда, тем более один на один, не выяснять отношения с людьми, которые уже доказали, что могут причинить вред чужому здоровью. Результат вендетты можно и не увидеть. Как часто, особенно при нападениях на улице, в ход идет все, что попадает под руку. Сегодняшний урок научит вас правильным действием, если противник вооружен вот такой палкой или, к примеру, битой. Замахнулись на вас палкой, идет удар. Делаем плоскость. Уходим с линии удара и делаем плоскость. Прихватываем ручку. Прихватываем ручку. А этой ручкой выводим за переносицу вниз. Другой вариант. Зашли. Внутрь зашли. Зашли внутрь. Удар идет в пах или коленом в голову. И сверху локтем добиваем противника. Палочку отнимаем и еще раз добиваем. Оказывается, увернуться от пистолета и вовсе забрать оружие у противника тоже достаточно просто. Даже человеку с незаурядными физическими способностями. Но об этом и многом другом уже в следующих программах. Есть в местах не столь отдаленных что-то вроде практики. Не признавать или не считать себя виновным. Как говорят они сами, так получилось. Судьба трудная. Друзья оказались с гнильцой. А пера были настойчивые. И сегодня хватает случаев, когда людей заставляют и вынуждают брать чужую вину на себя. Но речь пойдет не о них. А о самом показательном в этом плане деле прошлых лет. В 87-м году был осужден и отсидел 10 лет Игорь Рыжков. В 2002 году прямо с урока забрали восьмиклассника Якова Поповича. Ему дали 15 лет лишения свободы. Такой же срок получил Виталий Каира. Все они и еще 7 человек, как трубили в свое время журналисты запорожских СМИ и их родственники, никого не насиловали и не убивали. А взяли на себя вину знаменитого Сергея Ткача. Сергей Ткач, душегуб, переплюнувший Чикатило, родился в год смерти Сталина в Кемеровской области. 25 лет с 1980 по 2005 год совершал убийство на территории Советского Союза. В ходе следствия Ткач заявил, что он убил на протяжении 25 лет около 100 женщин. Удалось доказать убийство порядка около 50 убийств. Это дело было самым резонансным. Целый ряд оперативников официально обвинили в фальсификации и жестокости по отношению к задержанным. И тем не менее, только троих осужденных за преступление Ткача освободили. Один вышел из психбольницы, один реабилитирован посмертно, один получил в колонии инвалидность и один расстрелян. В то время как настоящий убийца потешался над милицией и системой правосудия. Был даже случай, когда он сам позвонил в отдел и заявил о трупе. Как говорил он сам, хотел дать подсказки коллегам. Но дежурный вместо того, чтобы выслушать, нагрубил. У него была все время необычная работа. Он являлся сотрудником милиции. После службы в армии он служил сначала фотографом в Кемеровской области в отделе милиции, а потом уже повысился до эксперта-криминалиста. И, судя по всему, изучил все тонкости этой профессии. Он тщательно собирал все мельчайшие улики, уходил с мест преступления так, чтобы собаки не смогли взять след. Он совершал убийство в различных областях Украины, причем старался жертв подыскивать поблизости от автомагистрали, поблизости от железной дороги и убивать их там. Причем он сначала душил, потом насиловал и в конце концов убивал. Были задержаны и опрошены десятки водителей и родственников погибших. Многие подходили под описание, некоторые сознавались. В этом деле столько неточностей и ошибок, что невольно задаешься вопросом, куда вообще смотрело следствие. Только доказанные преступления ткача едва уместились в сто томов уголовного дела. В свое время ткач без труда поступил в высшую школу МВД. Он и из органов вылетел по своей же глупости, как-то подделал экспертный вывод. И был немало удивлен, когда вместо положенной проверки ему предложили написать по собственному. Опрометчиво говорит, что сама советская милиция дала повод считать себя некомпетентной, но с другой стороны, ткач как раз знал все огрехи системы изнутри и бил без промаха. Он четырежды женат, у него несколько детей. И казалось бы, зачем человеку насиловать, убивать? Но имея жен в разное время, семью, тем не менее, пошел на совершение этих преступлений. Причем психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он поднимал руку на всех своих жен, но ни одна не замечала ничего странного. А соседи и вовсе всегда считали маньяка хорошим человеком. И что особенно шокирует, доверяли ему на время отлучки своих детей. Перед совершением преступления он выпивал стакан смеси номер три, это водка с димедролом. Затем принимал душ. Наутро маньяк невозмутимо шел на работу. Но в последний раз программа дала сбой. В 2005 году в Кологах Ткач подкараулил дочь своего знакомого, 9-летнюю Катю, которая стала его последней жертвой. Но дело в том, что это убийство он совершил в своем родном населенном пункте. А девочка перед этим играла с другими малолетними детьми, с шлетними. И они видели, как они сказали, того дядьку, который подходил к ней и увел ее. Ткач без зазрения совести пришел на похороны девочки, где на него и обратили внимание дети. Казалось бы, преступник пойман. А те, кто в свое время сажали невиновных, сегодня либо на заслуженные пенсии, либо пошли на повышение. История закончена. Но не тут-то было. Сама общественность вознесла ткача на очередной пьедестал. Некоторое время у маньяка был доступ к интернету. Даже был свой примитивный сайт, где преступник охотно делился мыслями и воспоминаниями. Дело дошло до обсуждения написания биографии ткача в соавторстве. Эту маленькую услугу сам он оценил в 3 миллиона рублей. Так стоит ли гневить судьбу, органы или маньяков, если все вокруг продается и мы сами этому потворствуем? Итог подведем словами Конфуция. Тот, кто учится, но не думает, потерян. Тот, кто думает, но не учится, в большой опасности. Эту правду жизни доказали все прошедшие сюжеты. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин